МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И рассказывать о том, что нужно сделать для того, чтобы люди поняли все-таки, что строительство будет вестись с соблюдением закона, с соблюдением экологических норм. Что нужно сказать, как нужно объяснить. Или сделать, чтобы люди поняли, нужен этот объект городу. Еще раз завтра состоится встреча Максима Кочеткова, профильного зампреда правительства и Аллы Албеговой, министра экологии, с жителями Сенцов, которые в течение недели пикетировали в разных местах Кирова. И они заявляли, что они против строительства. Завтра будет встреча. И двум чиновникам предстоит тяжелый разговор, я считаю. С одной стороны, всем понятно, что город зарастает мусором. Критическая ситуация на Костинской свалке. Нужно строить полигон, безусловно. С другой стороны, есть люди, о мнении которых не учитывать невозможно. Но мы также знаем, что есть люди разные. И у каждого свои какие-то запросы и потребности. И каждый пользуется этой ситуацией тоже для разных совершенно целей. Вы сами это знаете. Вот как поговорить правительству? Какие предъявить резоны, доказательства, чтобы найти какой-то консенсус, прийти к общему знаменателю? Потому что в итоге получается, что город остается без очень-очень важной точки, важного строительства, потому что полигон ТБО должен был быть построен еще какое-то время назад. И все должно было функционировать. Вот что нам нужно предъявить, чтобы мы сказали, да, ребята, мы вам верим. Вы построите современное производство. Не будет запахов, не будет пожаров. Мы в безопасности. Что нужно сделать уже сейчас? Как поговорить? Что предъявить? 211-101. Пожалуйста, ваши предложения по этому поводу. Ну, на самом деле, мы тут тоже в перерыве, конечно, обсуждали этот полигон. И когда САХ приходил и говорил о том, какой, в общем, проект разработан, то этот проект САХом предъявлялся как некий современный, действительно, проект. Современный полигон ТБО. Что из себя представляет современный полигон ТБО? Это полигон без экологического ущерба для окружающей природы и, в общем, для населения. Такие вообще схемы возможны сейчас в нашей реальности, Александр Викторович? Ну, совсем, наверное, сказать без экологической вреда, наверное, это невозможно. Его только можно минимизировать. Поэтому, конечно, современные технологии это позволяют сделать. Ну, все зависит от того эксплуатанта, насколько он будет соблюдать все те нормы при захоронении твердых бытовых отходов и не захоранивая тех отходов, которые недопустимы на захоронение на полигоне. То есть должны отправляться на специализированное производство, либо на полигоны первого класса опасности. В прошлом году, когда жители Осенцов приходили в общественную палату, и там тоже встречались и с представителями общественной палаты, и с чиновниками, им сразу, и ОНФ, кстати, подключалась к этому вопросу, и сейчас работает Роман Титов по этой теме, сразу было предложено создать общественный совет, чтобы контролировать строительство полигона на всех этапах. Было предложено. Общественный совет, я не знаю, создан он или не создан, и вообще эффективный ли это инструмент, как вы думаете, Владимир Викторович? — Ну вот, смотрите, я понимаю, вот Александр Викторович что-то сказал, что вообще любой полигон — это свалка все равно, а какой экологичности? Давайте будем еще говорить, что от этого польза будет какая-то. Конечно, это есть вред. И мне, например, понятны чаяния жителей Осенцев. Представляете, мы с вами бы четыром были там жителями этих Осенцев. Они все равно в меньшинстве. Сегодня весь город пытается их продавить. Я считаю, должны быть не слова убеждающие, то есть слова Максима Кочеткова или Албеговой, уговаривая этих людей. Нужно просто какие-то действия. Возможно, нужно выкупать сады или предоставлять в другом месте им. То есть, знаете, вот какие-то такие компенсационные меры, которые могли бы их удовлетворить. От торгово-промышленной палаты было такое предложение рассмотреть вопрос переселения тех, кто не хочет. Поэтому, о чем уговаривать людей, включать дурака? Вот у нас по-прежнему власть пытается, знаете, каким-то образом погасить, подавить насилие. А вы пытаетесь сотрудничать. Да, это дороже, я согласен. Ну, пикеты никто не разгонял. Нужно уважать каждого человека. Это первый вопрос. Тем более у меня претензия к власти к исполнителям. Ну, нынешняя она премник. Пять лет назад мы об этом говорили. Не было той остроты. И я считаю, можно было бы и до сих пор считать, что нужно как минимум три полигона на разных направлениях. И сегодня ведь почему в Осинцах строят? Там есть экономическая составляющая. Если дальше плечо вот этой доставки мусора, он становится дороже. Ну, конечно, логистика. Ну, да и что делать? Это решаемо экономически. Давайте дальше построим. А там тоже люди и деревья. Где у нас нет населенных пунктов? Ну, я думаю, что если километров 60, то можно найти, например, в сторону. Но за 60 километров это уже нерентабельно будет, я так понимаю. Я это понимаю, но а что делать? Или давайте тогда мусор сжигающий. Вы заметили, что тенденция вообще по свалкам и полигонам? Владимир Владимирович. Тариф. 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 Не, это правильно говорит, это свалка городская, но она находится в Соборском районе, и все правильно. Нет, погодите, Роман, подождите, просьба следующая, давайте не углубляться. Романа Китова мы пригласили. Вы нам скажите, Роман, вы говорите, что строить все равно нужно, но жители против. Конечно. Как разговаривать с жителями завтра Максима Кочеткова и Алия Албеговой, чтобы они сказали «да», мы согласны? Учитывая, что уже потрачены средства на разработку вопроса. Ну, средства уже потрачены, понимаете, стиральное средство. Роман, что сказать нужно? Просто свалка здесь будет, и все. Вот она будет. Нет, так с людьми нельзя, Роман. Все понятно, ваша история. 211-101 номер телефона прямого эфира, свалка здесь будет, и дальше, что народ уже на пикеты выходит. Ваши предложения, как поговорить с жителями так, какие предъявить жителям доказательства и гарантии, чтобы они сказали «да», пожалуй, мы согласимся на строительство полигона в Осенцах. И преференции. Ваши предложения. Мы перечитали несколько предложений. Торгово-промышленная палата предлагала, Владимир Вениаминович говорил, финансовые комбинационные меры, некое переселение. Что еще могло бы это быть? Александр Викторович сказал, должны быть гарантии грамотного управления этим предприятием, таким как полигон. Ну, всех соблюдения норм и правил при захоронении твердых бытовых отходов на этом полигоне, да. Было предложение о создании общественного совета. Я не знаю, как оно реализуется, не могу сейчас сказать, потому что нет специалиста из Министерства экологии, который бы сказал, что там происходит. Вообще, при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, да, две вещи, да, это то, что идет вверх, да, это если при горении, да, то... И второе, да, неблагоприятное воздействие, это фильтрат, который не должен попадать в почву. В почву. Да, вот эти два, если... Оказатели будут выдержаны. Да, будут выдержаны и в рамках экологических норм, то я не думаю, что в 2-3 километра какое-то будет влияние на людей. Ну, вы приводили в пример вот полигон твердых, да, 500 метров. Конечно, надо всегда, бывает всегда, есть и человеческий фактор, есть и какой-то неблагоприятный, независящий от нас. Встает вопрос, кто будет контролировать. То есть, вот, мне кажется, недоверие. Ну, контрольных органов у нас очень много, да. Прежде всего, вот этим, да. Это и Роспотребность, и Роспотребность. Вы же говорите, что контрольных органов много, но люди выходят на пикеты. Люди не верят им. Это свидетельствует только об одном. Недоверие власти, правильно? Точно существует. Потому что, видите, вот, у нас, к сожалению, власть так работает. Вот, вот, если будет доверие, можно всегда договориться. И будет полигон. А нужно не договориться с людьми, нужно... Вот вы сейчас... На словах. А нужно деятельно помогать. А как деятельно? Ну, финансово, я считаю, вот эти сады нужно компенсационно выкупать у людей. Если там есть какие-то дачи в близости... Там ведь не только садоводческие хозяйства возмущаются. Я знаю, там есть дачи. Там уже вахруши пошли, там уже дачи пошли шире. Ну, насколько я знаю, там, где затраты, это там, никаким боком бюджет не затрагивает. Это и частные инвестиции. Вложения Саха были. Нет, ну подождите, ведь есть еще какие-то механизмы. То есть, помимо выкупа, можно людям просто что-то пообещать. Что-то хорошее построить. И обмануть. Нет, Аня, обещать не надо. Почему, когда я говорил, что... Это обещать и сделать, простите. Полигон должен быть муниципальным. Он должен быть частным лицам, потому что частные лица. Так нет, у муниципалитета денег. Погодите, у муниципалитета есть земля. Возможность получить землю. Только мы буквально пару недель назад разбирали вопрос, Владимир Вениаминович, про МУПы, про муниципальные учреждения. Которые многие называют прачечными, честно говоря. Да ведь, Владимир Вениаминович? Погодите. Про неэффективность мупов. Я считаю, что многие мупы, как были, так они должны оставаться городскими. И вы еще один гигантский муп собираетесь создать? Нет, я же сказал, что на территории должна быть собственность, но оператор должен быть частник, который на конкурсной основе... Давайте еще один телефонный звонок примем. Телефонный звонок, давайте слушатели все-таки. 211-101. Да, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, меня зовут Константин. Да, пожалуйста. Я считаю, что нужно перестать говорить про свалки и однозначно говорить только про завод по переработке, по сортировке и переработке. Это рабочие места для тех же жителей Осенцев. И это другой вариант с экологией. Это решение всех вопросов. Понятно, что денег нет. Инвестиций требуется больше. Константин, мы бы с вами согласились, но сегодня это нужно решать уже вопрос. Завод мусоросжигающий может быть через 10 лет будет. А до этого-то нам нужно жить. Почему? Это был он или завод? Почему он может быть через год? Вопрос денег. Ну, его за год не построить. Как же так? Ну, это мусоросжигательный завод. Там экспертиза, там очень... Да, спасибо. Сейчас это вечная история. Пока не будет завода, это будет все... То есть ваше предложение, жители бы согласились, если был бы завод, если были бы рабочие места, да, и тогда все бы это решило. Спасибо. У Александра Викторовича реплика была. Я еще хотел вернуться, да. Привел бы опыт Германии, вот в части муниципальных предприятий, да. То есть, наверное, со мной все согласятся, что в Европе это самая эффективная экономика. Поэтому, вот, муниципальные предприятия занимаются только там, где предприниматель не может получить прибыль. Поэтому, где есть прибыль, всегда работает частник Германии. Вот интересный момент, да, вот в Мюнхене фирма, которая занимается сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов, это муниципальные предприятия. И когда вот мы были в своей делегации, спрашиваем, насколько у вас подняли тариф на нас, когда перевели переводчик, были такие округленные глаза, человек не понимал, представитель этой фирмы у нас, говорит, немножко снизился тариф. Света, это к вопросу, вот, это я поддерживаю Александра Викторовича. В Европе, в том числе в Германии, очень много муниципальных предприятий, это называется социальный бизнес, когда целью не является прибыль, когда является обслуживание населения. Нет, нет, у нас суд, у социальных предприятий цель прибыль, но они выполняют социальную роль. Погодите, вот как раз цели как таковой зарабатывать, да, но прибыль, чтобы распределить, нет собственников. То есть прибыли как дивиденды, как дивиденды распределяются. Тут мы, Владимир Илья Минович, возвращаемся к вашему предложению построить полигоны в 60 километрах. И транспортировка мусора будет дороже, и на кого переложат эти дополнительные заплаты? На жителей. Ну а что делать, мы должны уважать каждого, вы знаете, нет, идеального решения нет. Теперь пошли другие жители на пикет. А вот давайте, знаете, вот результатом нашей программы что-то положительное должно быть. Да, одна минута. Обратиться к людям, к населению, к нашему городу Кирова с просьбой, покупайте все жидкости, начиная там воду, соки, пиво, даже молоко сейчас. Не в пластиковых бутылках, в стеклянных, в картонных. В таре, которая подвижит переработки. Это будет вклад в экологию. Представляете, даже молоко в пластиковых бутылках. Вы вспомните, что стоимость этой бутылки 10 рублей для производителя. То есть, покупая молоко за 50 рублей в пластиковых бутылках, все говорят, удобно. А вы понимаете, насколько это экологично? Вообще, кто знает пластик, насколько вот... А он, мне кажется, он разлагается очень долго. Так, все, другая тема. А пластиковые бутылки это вообще проблема. Мы посмотрим, какие будут результаты завтрашней встречи с жителями Осенцов. Тем более, что 13-го числа сами жители заявили, что они на очередной пикет все-таки выходят. И целью этого пикета будет рассказать об итогах встречи. Мы так или иначе об этих итогах узнаем. Но хотелось бы, чтобы договорились. Вот лично мне хотелось бы, чтобы стало понятно и договорились. Я уверен, что Максим Кочетков и Албегов не договорятся, если у них нет за спиной решения финансового вот этого. Если там нужно, например, 50 миллионов или 100 для того, чтобы там людей компенсировать и расселить дальше от полигона. Они попытаются все равно продавить. И в данном случае я, например, на стороне людей. Я депутат, я на стороне людей. Власть, к сожалению, на свою некомпетентность, свою неподготовку с этим полигоном затянули. Классно так раздавать деньги и, говорит, переселять. Честно, погодите, а кто у нас за народ? Почему они инициируют строительство полигона? Они разве не на стороне других людей? Ведь нам всем надо куда-то мусор девать потом. Погодите, погодите, погодите. Я согласен, что это частная инвестиция и так далее. А почему так-то это задача власти? Мы с Александром Литвичем в 2012 году говорили, что нам нужен полигон. Почему никто не чесался? Где была городская власть? Сейчас вопрос к кому? Где областная? Кому конкретно вопрос? Сейчас... Только нужно договариваться с людьми. Если не договариваться, ну тогда против полигона. Хорошо. Почему нужно страдать? Слободской район, Вахруши. Александр Викторович, реплику даем. Реплику для завершения. И мы закрываем тему на сегодня. Ну, у нас какая альтернатива есть на сегодняшний день? Да, у нас есть свалка в Костино, правильно ее называют, свалкой. Потому что, ну, еще год назад, как минимум, она должна была быть закрыта. Даже раньше в 2014 году. Сегодня она работает в рамках чрезвычайной ситуации. Ну, о чем еще говорить? Строительство, сживательные, сжигательные заводы. Я еще раз подчеркну. Поэтому надо выстраивать целую систему сбора, транспортировки, и утилизации отходов, не только ТБО, но и всех, и опасных в том числе. Поэтому так нельзя. Все, все, время завершаем. Завершаем тему. Завершаем тему. Не надо ставить телегу вперед лошади. Сначала систему, потом сжигательный завод. Александр Семакин, заместитель представителей Кировской городской думы. И Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Мы на сегодня тему закрываем. На следующей неделе обязательно, конечно, в новостях расскажем об итогах встречи. А сейчас небольшой перерыв и разворачиваемся. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии по-прежнему с Анной Лапшиной и Светланой Заньком. Мы разворачиваемся. Дискуссия на сегодня по строительству нового полигона твердобытовых отходов закончена. И мы сейчас позволим вам немного отдохнуть. Да и вообще очень хороший сейчас был завершающий ролик про завтрашнюю нашу программу «Культпоход». Потому что тема у нас культурная. И мы ее берем в «Дневной разворот». Потому что к завтрашнему дню будет уже поздно. Событие сегодня. Событие интересное. Нам о нем будет рассказывать Дмитрий Шеляев, директор Центра современного искусства «Галерея Прогресса». Он уже в нашей студии. Добрый день. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Итак, показ в рамках международного фестиваля активистского кино «Делай фильм». Мы немножко про него говорили. Вы рассказывали, да, анонсировали мероприятие. Это будет уже третий, по-моему, показ. Это будет, да, все верно, третий показ. Но до конца августа фестиваль идет. Ну, он еще будет продолжен потом нашими фильмами, которые мы давно ждали, когда можно будет показать. Есть хороший фильм, снятый сыном про отца. Как он рассказывает. А отец рассказывает про вятку. Та, которая была в его молодости, юности. Давайте мы слушателям напомним, что это за событие, вот этот фестиваль международного активистского кино. То есть это фильмы, документальные фильмы о людях, которые меняют окружающий мир, окружающую среду вокруг себя. То есть немножко перекликается с нашей предыдущей темой, да? Ну, это самое главное. Хотелось бы, чтобы у нас в России и в Кирове тоже стала такая же позиция граждан, которые существуют в Америке и в Европе. Ну, в смысле, там гораздо все активнее. И пример он тому прекрасный Пол Лотсон, который 30 лет назад еще вдохновлял целые поколения. Это я рассказываю, начиная про фильм, который мы сегодня будем показывать. Это герой сегодняшнего фильма. Герой сегодняшнего фильма. Фильм называется... Можно это я про него расскажу? Конечно, нужно. Это «Исповедь Эко-Пирата». Название фильма... Эко-Пирата. «Исповедь Эко-Пирата». Эко-Пирата, да. И это про человека, его сподвижников, волонтеров, активистов, которые 30 лет назад стали эко-Пиратами. Что это такое? То есть они нарушали закон, но нарушали его с добрыми помыслами. Они покупали судно, конечно же, их поддерживали финансы не государственные, не коммерческие. Но, может быть, и коммерческие, это люди, которые давали им, эко-Пиратам, деньги на реализацию проектов. По защите окружающей среды в океане, защите всех живущих существ. Там о китах, по-моему, речь идет, да? И не только о китах, там о морских котиках, которых уничтожали, это как бы, ну, понимаете, какие-то странные. То есть, видимо, когда все хорошо, то это в голове у некоторых не очень хорошо происходит, восприятие всего реальности, скажем так. Поэтому есть какие-то ритуальные ежегодные обряды, которые позволяют загонять, допустим, в залив в дальние китов несколько лодок и жестоким образом убивать. Потому что весь залив становится кровавым. Большой. Ну, представьте, ну, какой-нибудь там залив в Геленджике в Сочи где-то. Вот он весь становится кровавым, потому что несколько лодок загоняет специально куча китов и бессмысленно не для пищи даже убивает их. Я такую историю, кстати, говорила. Это сотни. Вот Дмитрий сказал, что люди на Западе гораздо активнее сейчас про убийство пикетов вспомнили и про кровавые заливы. Мы были свидетелями в этом январе, когда с тобой вместе были в Лондоне. Я была лично свидетельницей огромного митинга у посольства Японии, где лондонцы вышли с плакатами, с видеотранспарантами большими против убийства дельфинов. И кадры, которые они демонстрировали, вот эти действительно кровавые страшные заливы, люди стояли несколько часов напротив посольства. Это был рабочий день, по-моему. Ну, не важно. Это была пятница или суббота. Но я тогда поразилась, конечно, насколько... Где Лондон, где Япония, да? Но, тем не менее, готовы защищать. Ну, вот хотелось бы, чтобы в городе появилось в нашем, потому что там люди, которые что-то делают, одни в одиночку они не справятся. Они могут какое-то время делать, но они потом начинают утухать, как это правило происходит с активистами всей нашей Родины, и они перестают что-либо делать. Они не верят ни во власть, они не верят ни в волонтерскую помощь финансовую, потому что они делали 10 лет, и никому ничего не надо. То есть, допустим, есть там и примеры, несколько наших тут. Ну, мы теряем, по словам, вятку сегодняшнюю историческую, смысл ехать сюда, в этот город. До сих пор ведь это все продолжается, все это рушит. Это мы про снос знаний сейчас говорим. Про снос сегодняшних знаний. История уйдет. Будет, как, кстати, в Каркоме. То есть, вот мне непонятно, зачем ехать в молодой город. Там, ну, не о чем рассказывать, собственно, как бы, по большому счету. И не на что посмотреть. Там нет глубины, нет истории. Пусть не обижаются, как бы, представители, жители этого. Просто это, как бы, сравнение. Вятки — это цены, самое главное, это наше здание. Если все разрушат, конечно, всем застройщикам выгодно, чтобы там построить дом. Но как? Что они оставят своим детям? Они думают о детях вообще. Да, у них будут деньги. То есть, они получается... Не, понимаете, о чем рассказывал Свят? Это ведь реальность на сегодняшний день. Свят Мурунов. Он говорит, он объехал 140 городов, и везде одна и та же ситуация. Бизнесмены, коммерсанты зарабатывают деньги в России, в своих городах, где они родились. Выводят их за границу, покупают себе недвижимость, уводят туда детей, но продолжают зарабатывать деньги в России. То есть, они не думают о том месте, в котором они жили, живут, и где их живут родители. И везут детей в Оксфорд, где много исторических зданий, и есть на что посмотреть. Пусть везут, и они возвращаются и делают что-то здесь. Или хотя бы часть денег они давали бы на развитие этого города. Они обязаны это делать. Они обязаны это делать, потому что они берут ресурсы. Не просто ресурсы. Деньги — это тоже ресурсы. Сейчас прижаемся буквально на две минуты. Мы говорим о фестивале документального кино «Делай фильм» и анонсируем сегодняшний показ. Через две минуты я еще раз его озвучу. Сегодня в галерее «Прогрессов» в 19.00 бесплатно будет демонстрироваться документальный фильм «Исповедь пирата». Эко-пирата. Эко-пирата. Это захватывающий рассказ. Я цитирую сейчас по пресс-релизу. О самых разыскиваемых героях борьбы за спасение планеты. Реальная история жизни на корабле с бландой пиратов, которые вдохновили целое поколение, спасая океан. Мы до перерыва об этом фильме немного рассказали. Важно отметить, что кроме того, что вход бесплатный, все-таки количество мест ограничено. Человек 60, наверное, может прийти. Для того, чтобы попасть, нужно зарегистрироваться. По ссылке для того, чтобы люди могли потом получать подобную информацию вовремя. В группе ВКонтакте, Галерея Прогресса. Мало того, что можно будет посмотреть фильм, после фильма состоится обсуждение. Обсуждение состоится с прекрасным экологом и художником. Мы называем с юмором Антона Щеглова «Мальчик из Ржумы». Потому что он родился в Ржуме. И еще знаем одного прекрасного нашего части истории, где тоже был родом «Мальчик из Ржумы». Чем прекрасен Антон Щеглов? Он закончил художественную школу в Ржуме и по профессии стал экологом. Чем прекрасен как активист? Он устраивается, допустим, на какое-нибудь предприятие, видит проблемы, которые связаны с нарушением окружающей среды, и пишет, работая на этом предприятии, заявления в соответствующие органы, чтобы обратили внимание на их нарушения. Как же он работает, он до сих пор принимает? Ну, его увольняют после этого. Представляете, какой поступок? То есть вот этот поступок, это активист настоящий делает выставки. И причем выставки делает... Погодите, так мы человека сейчас рассекретили, получается. Его же больше не примут на работу никуда. Да нет, это как бы где глобальное нарушение происходит, это история, которая была. Можно ведь решать вопросы конструктивно с кем-то, кто идет на диалог. Иногда, как бы, вот как исповедь эко-пирата, они ведь не мечтали о том, чтобы, допустим, врезаться в другие корабли, жертвовать жизнями своих друзей и самих себя. А там такое есть, да? Вы понимаете, там, как бы, они это делали, где вот, ну, по закону, выход за пределы, допустим, отношения к государству и правил суверенитета. То есть в нейтральных водах это делали даже, как бы, да? Где государство уже, как бы, отчасти, не могло заниматься, как бы, правомерными, допустим, какими-то действиями, чтобы наказать пиратов настоящих, не эко-пиратов, а пиратов. Почему? Потому что там же хитрая схема. То есть это опять, как бы, утопия в документах, в отчетности. Потому что, допустим, команда набирается из одной страны, студно покупается и, как бы, там, шатурство у другой страны. Как бы, команда вообще из третьей. И вообще никому писать этим три юрлица. И пока будут писаться документы, ну, как бы, мы потеряем всю флору и фауну в нашем океане. Они так думали. И это правда было. Поэтому они шли на такие меры. Они абсолютно конструктивно приняли решение. И, как бы, ну, правительство США им, допустим, как бы, Бушу дал как лучшему волонтеру полуоцену, как грамоту. Потом ФБР, как общественное движение, они были лучшими. Как бы, Гринпис, правда, их исключили полуоцену. И составы директоров считали, что его методы радикальными. Ох, а я думала, наоборот, Гринпис спонсировал это все. Я даже спросить хотела. Знаете, у нас есть в музее картина, называется, сделана Антоном Щегловым, значит, белые медведи, называется, спасают Антарктику от Гринпис. Ага, вот так. Вот тут есть такой, ну... То есть экологи между собой тоже не всегда дружат. То есть в сегодняшней дискуссии можно обсудить допустимые и недопустимые методы борьбы с загрязнением нашей планеты, экологии, взаимоотношения с законом. Что можно считать законными, беззаконными? И где вот эти рамки, когда его можно переступать в закон ради совершения великой цели? Сегодня в 19.00 галерея «Прогресс». Бесплатный вход Горького 5. Но предварительная регистрация через группу ВКонтакте галереи «Прогресса». Дмитрий, нет, 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 подожди. Я бы хотела просто, чтобы Дмитрий еще сказал, потому что до конца августа будет идти в фестиваль. И еще два показа будет, тоже по четвергам, 17 и 24 числа. Чтобы не путать, вот, собственно, был диссернет. Следующий фильм, это вот 17 августа. Он про то, что очень много происходит в России, крадут диссертации и выдают их за свои. И несколько ученых объединились в некое сообщество. И с помощью закона пытаются вернуть свои права обратно. И второй фильм «Демократия в потоке данных» 15-й год, Дэвид Бернетт. Да, это известный как бы и сам человек, и фильм. Так что приглашаем 27 августа, если не путаю. 24 августа. 24 августа. Хорошо, ну и к выставке, которая открывается завтра. Я вот, если можно, поблагодарю вас в открытую, потому что мы действительно вам благодарны. Чем, допустим, Пол Лотсон, опять же, да, как оператор ненадолго. Они действительно решили много проблем, допустим, в мире по защите животных, китов и млекопитающих. Благодаря чему? Благодаря СМИ. Потому что они всегда приглашали на свой корабль СМИ, привлекали СМИ из разных стран. Что делали СМИ? Они освещали проблему, потому что они видели, как это все на самом деле происходит. Люди видели общественность. И общественность выходила с транспарантами непосредственно или к этой какой-то браконьерской компании. Приходили под окна, начинали требовать. Соответственно, государство включалось. Оно обязано было включаться и решать проблем. То, что связь, как бы, СМИ, Пол Лотсон и его команды, она была прекрасной. Спасибо вам, что вы есть. И помогаете активистам, помогаете людям науки, людям изобразительного искусства. Я больше вам скажу, Дмитрий. Мы готовы помогать и чиновникам, и правительству. Только они от нашей помощи отказываются в последнее время. Отбиваются, я бы сказала. Отбиваются, да, руками и ногами. Спасибо за хорошие и добрые слова. Это искренне абсолютно. Спасибо. Давайте к выставке. Прекрасно. Денис Ермак, который преподает здесь. Переехал. Вот какая история. Выставка биографии. Просто интересно, его судьба. Он сын военного. Родился в Литве. Закончил Академию Репина. В Академию Репина, ну не знаю. Но если 10 человек из Кирова за все время в составе Академии Репина поступило, то это, наверное, будет правдой. Туда поступить жутко сложно. Все наши, кто выходит из колледжа нашего, они поступают на третий раз, ну хотя бы не на живописи, на скульптуру, а на что-нибудь там рядом с этим. Лишь бы в этих стенах. В этих стенах, да. То есть Денис закончил, половину образования получил там, потом был вынужден уехать обратно в Вильнюс, в Литву. Уехал туда и заканчивал уже Академию художеств Вильнюсе. У ректора Академии, у профессора, у него по итогу была лучшая работа экзаменационная. Дипломная. Жанр губизм, да, посвящена женщине. До этого у него была еще художественная школа в Вильнюсе. У Дениса. Академическое образование двух стран. Европейская школа, русская школа. И при этом он сын военного и защищал Абхазию во время военного конфликта. То есть он десантник еще. Он энергичный, приятный, красивый мужчина. Он был у нас в студии, можно посмотреть архивное интервью. Вы знаете, когда прекрасно, когда в мужчине сходится любовь, доброта, жизнерадостность и вот муская вот эта вот энергия, нам побольше нужно в Киров таких мужчин, которые могли бы менять среду. Да, у нас, кстати говоря, замечательное совершенно произведение «Единицы Ермака» отработали, я бы так сказала, на юбилее Кировского эха два года назад. Здесь был Юрий Юрьевич Федутинов, директор Московского эха в прошлом. Он мне на ушко шепнул, говорит, я буквально в прошлом году вот точно такую картину привез из Нью-Йорка за бешеные деньги купленную. И он был просто поражен, на самом деле, этим картином замечательным. А я хотела бы сказать нашим слушателям, тем, у которых есть дети, что в ближайшее воскресенье в программе «Открывашка», которая с 10 до 11 часов в нашем эфире идет, Денис Ермак будет в студии с нашими ведущими. Они будут лепить, они будут рассуждать об искусстве, будут рассказывать свои истории, будут делиться своими эмоциями. И ребята, которые будут звонить по телефону и тоже рассказывать о том, что они рисуют, когда им грустно или весело, где они, в каких галереях побывали, какие художники на них оказали воздействие, влияние, наверное, еще рано. Они будут получать от Дениса Ермака мастер-класс по рисованию, причем всей семьей можно будет прийти, и это замечательно. Что интересно, что, понимаете, в Кирове есть такое некое понимание снобизма. Это неплохо, это и свойственно человеческой сущности, природе человека. И художники, когда приходят, среднего возраста, молодые уже с образованием, так немножко, ну, я сам все могу, я все сам имею, но когда видят, что делает Денис, как он общается, как манера его преподавания, начинает ходить каждый вторник и четверг без остановки. То есть это показатель. На мастер-класс. Показатель, да. Показатель того, что он действительно вдохновляет, он может это делать и показать то, что здесь... У Дениса, я говорю, что прекрасно то, что он учился в итальянцах еще. Он очень прекрасно работает мастихином. Это тоже особенная техника из образовательного искусства, которой в совершенстве владеет Денис. Его работы действительно светлые. За все наши 9 лет, 8 лет работы у Дениса Ермака работы покупают у нас. То есть это как бы и отдают ему должное. То, что как бы такого больше нет. Ну, вот давайте к завтрашней выставке все-таки. По времени открывается завтра это все тоже в 7 часов вечера. В 19. В 19 часов выставка. И я так понимаю, что встреча-то с Денисом будет. Он будет там присутствовать, да? Да, да. Интересно. То есть в выставку Денис придумал название «Как надо». То есть как у Чехова дяди Ваня «Как надо делать, господи, дело», да? То есть вот Денис, он трудолюбив. И завтра перед открытием будет некий перформанс. И все желающие, кто придет на открытие выставки, они попадают сначала в большом зале, будет большая изо-студия. Где Денис будет показывать, как надо действовать. Как нужно быть художником. Он будет всех учить пришедших рисовать мастихином. И после этого будет официальное открытие, официальные слова и просмотр экспозиции. Шампанское. Туда регистрироваться не нужно? Нет, туда не надо регистрироваться. Туда можно приходить. Хорошо, отлично. И замечательно провести пятничный вечер. Большое спасибо. Мы сейчас обеседовали с Дмитрием Шиляевым, директором Центра современного искусства «Галерея прогресс». Сегодня в 7 часов, напоминаю, демонстрация документального фильма «Исповедь эко-пирата». А завтра в 19.00 открытие выставки литовского художника Дениса Ермакова. Литовско-уржумского художника Дениса Ермакова. Нет, он не уржумский. Уржумский Антон Щеглов. Прошу прощения. Денис – это Литва, Бильнюс. Литва, Вильнюс. Всю жизнь в Вильнюсе. Да, а Антон Щеглов сегодня мальчик. Да, но все интересно, в завершении, чем прекрасная Вятка, то, что Денис приехал сюда так-то просто к другу, да? Но он влюбился сначала в Вятку, а потом влюбился в прекрасную женщину. И все здесь теперь творит. Спасибо, дневной разворот завершен. Через 20 минут программа «Особое мнение». Активист ОНФ Константин Сичихин будет в особом мнении. У Светланы в гостях, поэтому она с вами не прощается. А я с вами прощаюсь. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!